Многие из нас хотя бы раз в жизни, но давали себе обещание, что с нового года все будет по-другому. Новые знакомства, новый гардероб, новые музыкальные пристрастия и, наконец, самое главное, новая работа. Но как быть, если ты еще студент? Или твои амбиции не дают тебе работать на кого-то? Сегодня мы познакомимся с настоящей молодежью города Саратова, которая предпочитает не посиделки в подъездах или онлайн-играх по вечерам, а действует с каждым днем и уже имеет свой бизнес. Наши первые героини – это две подруги, которые строят свой бизнес вместе. За окном уже минусовая температура, и девушки любезно пригласили всю съемочную группу на чашку горячего кофе, где рассказали, как началось их общее дело. Начать свое дело мы мечтали с самого детства, и вот когда мы учились на последнем курсе университета, мы, наконец, собрались, решились и начали. Мы открыли свою первую точку на пятом курсе, и сейчас, спустя меньше чем год, у нас уже четыре точки. Следующего молодого предпринимателя мы застали на своем рабочем месте. Разбирая огромное количество заявок, бронируя поездки и перелеты, Александр нашел время рассказать, как он пришел в туристический бизнес. Начиная со студенческих лет, я собрался и решил открыть именно туристический бизнес. В туристическом бизнесе мне нравятся его перспективы, и несмотря на экономическую ситуацию у нас в стране, я думаю, что люди с каждым годом будут путешествовать все больше и больше. В самом центре нашего города расположился небольшой и по-домашнему уютный хостел. Девиз этого мини-отеля – комфортный сон по цене билета в кино. За первый год здесь побывало огромное количество людей с разных уголков нашей планеты. По росписям на меловой стене в этом можно не сомневаться. Владелец хостела Михаил дал пару советов для тех, кто еще не решился на что-то свое. Я считаю, что молодость – это то самое время, чтобы начинать предпринимательскую деятельность, потому что большое количество энергии, большое количество идей. Поэтому все, кто задумывается, те, кто начинают, я желаю удачи, сил и терпения. Несмотря на то, что до Нового года осталось совсем немного, не стоит ждать январских праздников. Новую жизнь можно начать уже после просмотра нашего сюжета. Павел Ерофеев, Алексей Фенин, Алла Малашина, РЕН-ТВ, Саратов.